всем привет друзья решил про экспериментировать с новой прошивкой нам как и обычно понадобится флешка формате fat32 на ней создать папку ps3 в ней папку update и скопировать файл с гибридной прошивкой 492 ну а дальше все как обычно нам нужно будет выйти в сервисное меню выключить сначала консоль зажать кнопку включения дождаться пока консоль включится потом сама выключится то есть не отпуская эту кнопку дождаться пока консоль сама выключится вот и дальше мы опять нажимаем кнопку включения и ждем пока не услышим два коротких звуковых сигнала после чего кнопку можем отпускать и у нас на экране появится так называемая save mode или безопасный режим в котором можно выбрать пункт для установки уже прошивки именно с флешки шестой пункт как видите сейчас на экране вот тут нам понадобится также джойстик подключены по юсб проводу желательно использовать оригинальный джойстик но я знаю там иногда подходят даже копии хорошие качественные китайские копии джойстиков также подходят в данном случае я его как раз использовал после этого нам нужно будет на самой консоли установить интернет-соединение то есть по большому счету для всего этого я использовал только флешку и интернет во время всего этого эксперимента но все получилось единственное что бывают ошибки возникают связанные с браузером то есть когда загружаемся у нас могут возникать ошибки загрузки то есть home view home view enabler ну как бы ничего страшного нет мы просто повторяем процедуру чистки браузера можете сохранить как домашнюю страницу страницу с payload в этом ролике показал два способа как я это все делал у себя проверил первое это у нас через обычный сайт psx exploit ps3 exploit.me вот все получилось тоже были ошибки вот сейчас покажу вам их идет прогресс заканчивается ошибкой но я как бы повторяю это все заново то есть я нажимаю refresh this page and try again дальше у меня опять перезагружать этот файл ну вот и я опять жму auto hand install у меня появляется опять ошибка в таком случае советую вам выйти из браузера вы можете там подождать какую-то там пару секунд какое-то время зайти опять в него и перед этим конечно сохранить страницу от этого загрузчика как домашний тогда при открытии браузера у вас страница автоматом сразу загрузится и вот как у меня у меня сработало то есть у меня только нажал на кнопку auto install у меня буквально даже не было никакой процентовки не сразу же вот авто хэн появилась что успешно загрузилась вот ну а дальше все в принципе на автомате то есть вы выходите она сама загрузится потом установится и по моему даже сама консоль себя и перезагрузит то есть раньше если видели других версиях то есть надо было это все в ручном режиме производить а сейчас это все как бы вам только один раз там помнолик нажать когда у вас произойдет завершение нолик нажать и все ну как видим у меня автоматом перезагрузилась само это как бы первый способ вот он такой в принципе еще сложного нет как и раньше самое главное условие это гибридная прошивка второй способ по сути то же самое то есть я перед этим всем делом я опять же установил гибридную пану ну то есть по новой да удалил старых н таким образом и то же самое я захожу браузер все пишу то есть только там единственно другой адрес на гитхабе и то же самое по сути все установка идет потом точнее сначала идет загрузка потом установка она сама сюда там где-то что-то устанавливает выходит из браузера и но если опять же не получается то вы все делаете повторно то есть чистите куки историю можете также сохранить эту страницу загрузчика как домашнюю и дальше она по сути у вас все должно сработать как то так вот такой эксперимент все получилось единственное что во втором способе мне более понравилось оформление то есть здесь у нас есть разбивка есть есть дополнительные функции такие например как удалить homebrew enabler то есть это тоже немаловажно если например хотите почистить полностью консоль и использовать например вот там с официальными функциями со всеми вот этими с выходом в psn и тому подобное вот то есть здесь это все предусмотрено и также очень прикольно здесь у нас есть вот в этой ветке xmb дополнительные такие как настройки программы загрузчики в том числе есть загрузчик pkgi или pkgi но если двух словах этот такой торрент трекер может даже так с этим с ним сравнить то есть вы заходите у вас подключен интернет и вы можете выбрать например какую-то либо программку либо backup тут очень большой список я отдельно сниму уже по поводу именно использование вот этой программы то есть как это все выглядит как работает поисковик более подробно расскажу вот но как видим вот у нас сначала тут вверху списка были программы такие как например тот же iris man multiman я так понимаю что в принципе все самые такие популярные наименования тут были или могут быть но я не проверял уже в отдельном обзоре это все делом с вами вместе посмотрим в поисковике вот забил сейчас бэкап игры ну как видим тут он столько вариантов мне выдал я так понимаю тут всякие дополнения типа dlc может быть какие-то там темы и тому подобное в общем как то так если что если есть вопросы задавайте будем разбираться всем удачи до свидания а